Добрый день, уважаемые любители шахмат! В этом видео я расскажу о методе Дорфмана и как использовать его в практических партиях. Соответственно, считаю, что метод Дорфмана это, конечно, большой шаг для понимания шахмата, для понимания того, что надо делать в данный момент. Соответственно, им стоит пользоваться. Конечно, многие шахматисты его не знают, но пользуются, скажем так, интуитивно, благодаря своим шахматным знаниям, умениям. Но вот Дорфман, конечно, все очень кратко и внятно описал. Итак, что имеется в виду? Зачем нам этот нужен метод? Соответственно, мы в любой момент шахматной партии доходим до какой-то ситуации, может быть, с самых первых ходов, может быть, после дебюта, может, с середины метр-шпиля, когда она определится с планом дальнейших действий. Ну и многие шахматисты начинают на 2-3 хода считать и так далее, варианты, ну не понимают всей глобальной концепции. И метод Дорфмана помогает это сделать. До Дорфмана многие шахматисты тоже пытались как-то шахматы свести к каким-то позиционным путям. Например, Фелидур первый, кто обратил внимание на пешки и сказал, что пешка – душа шахмат. У Стейница тоже были такие идеи, как когда у вас преимущество нужно атаковать. Метод Дорфмана, конечно, это тоже существует. Дальше, если говорить о Немцовиче, конечно, он очень много тоже пешечным структурам по блокаде в своих книгах показал дополнительные информации. Капабланка несколько лекций провел там, где пешки и слоны были, как расставлять фигуры. Вернее, пешки при наличии слонов у Эйви была книга, который пытался все это обобщить, ну и так далее. Соответственно, у Дорфмана это все получилось намного лучше. Итак, что такое метод? Метод помогает нам принять, соответственно, правильное решение в партии. То есть метод – это способ принятия решений. Значит, и он состоит из трех пунктов. Я просто буду засчитывать из книги. Первый пункт – найти критическую позицию. Соответственно, это очень важно. Затем я скажу определение критической позиции по Дорфману, я с ней полностью согласен. Второе – подвести статический баланс этой позиции. Соответственно, когда мы это делаем, надо понимать дальше, что такое статика, что такое динамика. Статика, соответственно, это такие факторы, которые изменить будет достаточно сложно. Например, когда вы сделали короткую рокировку или длинную рокировку, вам очень сложно будет перевести короля с одного фланга на другой. Также, допустим, если вы сделаете ход пешкой потом от короля, король ослабится и с этим тоже будет невозможно что-либо сделать. Это статические факторы. Я сейчас подробно расскажу о каждом из них. И также существуют динамические факторы. Динамические факторы – это, соответственно, уже положение фигур, инициатива. Соответственно, между ними, конечно, большая разница. Не надо путать динамические факторы со статическими факторами. То есть, данный второй элемент, подвести статический баланс, мы анализируем четыре, соответственно, статических фактора. И потом, на основании этого анализа, мы делаем вывод, у кого статические позиции лучше. Если у нас, ну, то есть, это дальше третий элемент идет, принятие ходов кандидатов, рассмотрение и выбор лучшего из них. Итак, если позиции, статический баланс в нашу пользу, мы можем просто улучшать эту позицию, не давать контр-игры сопернику, улучшать ее бесконечно. Потом в какой-то момент она будет настолько хороша, что мы выиграем. Соответственно, если же наоборот, статический баланс в пользу соперника, это значит, что соперник начнет улучшать позицию, и он, скорее всего, выиграет. Поэтому, что надо делать? Надо резко изменить позицию. То есть, когда статический баланс в вашу пользу, вы постепенно улучшаете позицию. И можно назвать это эволюция. Если у соперника, то вы должны резко изменить характер борьбы и провести революцию. Соответственно, все очень просто. И потом, соответственно, когда вы понимаете, что вы должны делать, как раз хода кандидата разделяются на два типа. Статические, где вы постепенно улучшаете позицию, либо динамические. Динамические хода чаще всего это шахи, взятия, нападения, соответственно, которые приводят к конкретным решениям на шахматной доске. В целом, это описание данного метода. И, соответственно, теперь давайте пройдемся кратко по первому и второму пункту. Итак, критическая позиция. Согласно Дорфману, это одна из трех позиций. А именно, А. Позиция, в которой возможен размен. Ну, это часто, конечно, очень встречается. Второе, примерно то же самое, но уже относительно пешек. Позиция, в которой возможен размен пешек, либо изменение пешечной структуры. Соответственно, трансформация пешечной структуры очень важный момент в шахматах. Ну, и третий, он менее очевидный момент. Конец серии вынужденных ходов. Ну, как чаще всего это происходит. Допустим, вы выучили какой-то дебютный вариант и дошли до какой-то момента, соперник сделал неожиданный довосход. Вот это как раз хороший момент, чтобы задуматься. Ну, другое, может быть, что какой-то очень длинный форсированный вариант, он закончился, и теперь после этого варианта нужно понять, что делать дальше. Соответственно, вот в этих трех моментах всегда будет критическая позиция. Далее. Ну, когда вы определились, что позиция критическая, надо потратить достаточное время на то, чтобы понять, что делать дальше. Дорфман правильно пишет, что между критическими позициями в принципе опытный шахматист не должен тратить большое время на хода. Либо он делает статические хода, когда у него статические перевесы, постепенно улучшает позицию. Либо наоборот, он должен просто делать атакующие хода, если статический баланс в пользу соперника. Теперь давайте поговорим о статическом балансе. Соответственно, будем рассматривать мою партию, которую я играл в польской лиге, скандинавская защита, и сделаем несколько ходов, чтобы, в принципе, оценить вот эту позицию. Итак, во-первых, в статическом балансе очень важно то, что эта шкала регрессивна. То есть, 4 фактора. Самый важный – это позиция короля, и потом, соответственно, факторы менее важные идут. Ну, они все важны. И нужно, соответственно, оценивать каждый из этих факторов в чью пользу. Соответственно, рассмотрим эту позицию, и я перечислю данные 4 фактора. То есть, первый фактор – позиция короля. В принципе, она еще не определилась. То есть, она динамична, и в этом сложность очень часто. Шахматы, что если вы в Метальшпиле рокируетесь, то можете рокировать не в ту сторону. Соответственно, поэтому нельзя сказать, что сейчас король у кого-то статически расположен. Ну, надо отметить, что чаще всего, конечно, будет у белых перевес по этому фактору. Почему? Потому что, соответственно, у белых больше пространства, и куда бы они ни рокировали, соответственно, создать атаку на короля соперника будет достаточно сложно. Черные чаще всего рокируются в короткую сторону. Ну, и здесь его короля атаковать не очень легко, конечно. Но все равно легче, чем короля белых. Потому что пространство на перевес пользу белых. Также надо понимать, что в методе Дорфмана пространство нигде не участвует. Что чаще всего пространство связано с пешной структурой. И пространство само по себе не дает перевес. Перевес дает то, что соперник не может хорошо расставить свои фигуры. Соответственно, второй фактор – это материальное соотношение сил. И очень многие шахматисты здесь делают ошибку. Потому что, если посмотреть на эту позицию, вроде бы равный материал. Но на самом деле у белых есть преимущество двух слонов в открытой позиции. Соответственно, это сразу же дает белым перевес. Может возникнуть вопрос, зачем черный играет этот дебют. Ну, соответственно, этот дебют чисто на ничью. Как вы увидите, я играл в эту партию, очень хорошо сделал ничью. Соответственно, вы сразу же даете небольшой перевес сопернику. Но получаете прочную позицию. Так что у белых преимущество двух слонов в открытой позиции. Этот фактор дает им перевес. Дальше надо отметить, конечно, что когда возникает следующее соотношение материала. Я не видел в других источниках. Это только у Дорфмана отмечено. Соотношение материала – два слона и конь против двух коней и слон. Но это соотношение материала чаще всего встречается. В шахматах в самом начале, допустим, если разменная испанская партия, либо система Расселима в сицилианской защите. Сразу же это изменение баланса. И надо понимать, что когда произошел первый размен, то наша стратегия обоих игроков на партию уже есть. Потому что Дорфман также вводит такой термин, как тандем. То есть тандем ферзь плюс конь сильнее, чем две фигуры – это слон и ферзь. Чаще всего. Потому что слон может работать только по полям одного цвета. Ферзь вместе с конем контролирует поля двух цветов. Соответственно, второй тандем – это ладья и слон. В отличие от ладьи и коня, конечно, они работают лучше вместе. Потому что слон работает на два фланга. И ладья, соответственно, тоже может переходить с фланга на фланг. И за счет этого данные фигуры сильнее. Поэтому стратегия белых заключается уже, начиная с данной позиции, к тому, чтобы стремиться к окончанию. Ладья и слон против ладьи и коня. У черных стратегия наоборот. Они хотят поменять все ладьи и поменять пару слонов. И, соответственно, ферзь и конь против ферзь и слона, чтобы осталось отношение материала. Вот видите, материал не такой простой фактор. Следующий фактор очень важный. У кого лучшая позиция после размена ферзей? Соответственно, в данной ситуации это в пользу белых. Почему? Потому что мы уже сказали. Очень долго описывали. Но это не один из факторов. То есть, фактор третий, он зависит от всех оставшихся факторов. Первый фактор. Позиция короля. То есть, если у вас хуже позиция короля, вы хотите менять ферзей. Дальше. Материал. Если, соответственно, существуют соответствующие тандемы, то размена ферзей может быть в пользу одного из игроков. И третий фактор, соответственно, самый последний, о котором мы сейчас поговорим, это пешечная структура. Размен ферзей с пешечной структурой как связан? Существует терминология пешечное большинство на ферзевом фланге. Соответственно, если у одного из соперников оно есть, то он должен стремиться к размена ферзей и переходу в энджбель. В тех же позициях, конечно, у другого соперника пешечное большинство в центре. Когда у вас пешечное большинство в центре, вы, наоборот, должны пытаться в металл-шпиле это большинство продвинуть и поставить мат сопернику на королевском фланге. Соответственно, поэтому размена ферзей зависит от последнего, четвертого фактора. И теперь четвертый фактор, который я уже сказал, пешечная структура. В принципе, здесь очень много о чем можно говорить. О плохих пешках, о слабых пешках. Собственно, что такое слабость? Слабость, мы увидим в партии, через несколько ходов возникнет у белых. Это пешка, которая не может быть защищена другой пешкой соперника. Соответственно, очень много здесь о чем можно поговорить. Можно поговорить о форпосте. Например, известен факт, что книги немцовища на русский язык переведены неправильно. Потому что форпост это поле за демаркационной линией. То есть, что такое демаркационная линия? Это между четвертой и пятой горизонталью. Прямая, по которой сгибается шахматная доска. Так вот. Это форпост забьет. Почему? Потому что это полуоткрытая линия. И это поле за демаркационной линией. Соответственно, у черных форпост на D4. Ну, это поле занято пешкой соперника. Соответственно, сейчас уже очевидно, что у белых пространственный перевес. И за счет этого как раз момента. Не надо путать, конечно, что такое форпост. Многие путают форпост и сильное поле. Потому что они вроде похожи по терминологии. Но форпост именно то, о чем я вам сказал. Итак. Соответственно, подбив статический баланс в этой ситуации, нужно понять, что у белых перевес по второму, соответственно, третьему и четвертому фактору. Позиция короля, ну, скорее всего, по ней тоже будет у белых перевес. И, соответственно, можно еще раз задать вопрос, зачем играть черными. Это дебют. На самом деле, этот статический перевес реализовать не так просто. Давайте посмотрим. Несколько ходов. Ну и мой соперник играл против мастера Фиде из Польши, юниор. Он сыграл конь Е4. В чем еще большой плюс метода? Метод, когда вы ставите на компьютер, компьютер может одобрять хода соперника, но, на самом деле, согласно методу, они будут плохие, и потом, через несколько ходов, компьютер начинает понимать, что это так. Как стоит разыгрывать эту позицию за белых? Ну, как я считаю, правильно делать ход слон Д3, потом делать короткую рокировку, и ставить лади на эти вертикали, потом пешку на А3 поставить, слона на С1, и очень медленно дальше начинать движение пешек на королевском фланге. Соответственно, это как раз все то, что касается метода Дорфмана. Потому что у белых большой статический перевес, они не должны делать динамичных ходов, они должны просто постепенно, статично улучшать свою позицию, не давая сопернику провести контрыгру. Какая может быть контрыгра у черных в данной позиции? Вся она связана чаще всего с подрывами Е5 и С5. Ну, это динамичные хода, соответственно. Динамичные хода обычно нападения, размены и так далее. Ну, кони иногда можно от Д5 выпрыгнуть и так далее. Очень часто, когда проводится подрыв С5, он только ведет к ухудшению позиции черных, поэтому, наверное, подрыв Е5 единственное, что стоит разбирать. Почему данный ход ошибка? Потому что в критической позиции белые предлагают размен фигур, но этот размен в пользу черных. Как я уже говорил, это связана с пешной структурой. Сам по себе пространственный перевес ничего не дает, но он забирает, соответственно, пространство до фигур у соперника, и черным два коня в этой позиции не нужны. Потому что скорее всего конь займет поле Д5, второму коню не будет уже нормального места. Это Дворецкий говорил в своих книгах, что это называется в кавычках лишняя фигура. И белый эту лишнюю фигуру выменивает. Итак, после данного размена я делал ход ферз Д5. Вы можете сказать, что я не прав, потому что размен ферзей в пользу белых, но размен ферзей в пользу белых по всем факторам, кроме первого позиции короля. То есть, как подобных позициях играют белые, если ферзи остаются на доске. Они делают шокировку, потом убирают ладью на Д1, чтобы черные не разменяли слонов, переводят слона обычной на Е1, дальше ставят С4, захватывая еще дополнительное пространство, переводят слона на поле С2, соответственно, и у них дальше тоже статическая игра, они атакуют на королевском фланге. В принципе, это уже не так очевидно, когда кони разменялись, но посмотрите партии гроссмейстера Вашьева графа за белых против защиты каракана, много партий выиграл подобным образом, так что, в принципе, да, после входа кунь Е4 у белых все так же остается перевес, но он меньше, и он связан с тем, что белые будут атаковать на королевском фланге, это основной фактор позиции короля, поэтому мы сразу же пытаемся избежать размин, вернее, применить размин ферзей, и я разменял ферзей, соответственно, когда вы ставите эту позицию на компьютер, он ставит плюс единицу где-то, это сильная переоценка позиции, соответственно, многие шахматисты попадаются в такую ловушку, теперь, как белым должны выигрывать подобную позицию, это уже намного сложнее после размин ферзей, это все равно возможно, самое главное, что не надо допускать размин этих слонов, и надо очень медленно улучшать свою позицию, при этом сейчас мы увидим, что на следующем ходу соперник делает тоже ошибку, которая показывает его очередное непонимание тонкости данной позиции, белые должны как-то поставить ладе, вот таким образом, d1, d3, увести слона из-под размена, скорее всего, на поле е1, и поставить пешку на c3, ни в коем случае нельзя ставить пешку на c4, как сделал мой соперник, почему, потому что когда пешка уже на c4, появляется влияние данного фактора, слон может атаковать на пешку b2, и поэтому подрыв e5 усиливается очень сильно, если белые двигают пешку c4, b3, появляются слабости черных полей, соответственно, перевес белых все уменьшается и уменьшается, я играю d7 и, соответственно, следующая критическая позиция мой соперник сыграл c4, конечно, этот ход логичный, но я считаю его тоже ошибкой, как раз по причине, которую я вам только что сказал, конечно, белые хотят провести динамичный ход, d5, вскрывающий игру, но это тоже неправильное понимание шахмата, белые в статической позиции со статическим перевесом пытаются действовать динамическими путями, да, нужно вскрывать игру, но вскрытие игры надо подготовить, извиняюсь, я сыграл конь f6, слон f3, ну, здесь я начал думать, какую лучше всего расстановку провести, для того, вернее, создать, чтобы провести e5, мне больше всего понравилась расстановка с длинной рокировкой, то есть, я сейчас готовлю ход вадя e8, слон d6, e5, если при этом моя пешка на а7 не будет подвисать, это будет, ну, позиция близкая к равенству, потому что после хода e5, очень сложно белым будет избежать размена слонов, итак, ладья hd1 a6, ну, и, соответственно, наверное, лучше, чтобы было у белых сыграть ладья c1, компьютер, кстати, до сих пор показывает перевес где-то в плюс единицу, стоквиш, ну, здесь, на самом деле, у белых очень мало, что уже есть, ладья d3, я делал ход слон d6, ну, и соперник, в принципе, продолжает делать динамичные хода, в принципе, ну, за это уже нельзя его ругать, потому что весь свой статический перевес он почти свел на 0, и, конечно же, мы даже не рассматриваем ход слон b4, который проигрывает тактическим образом, мы продолжаем наш план игры и проводим e5, d e, слон e5, ну, и дальше мой соперник допускает очередную ошибку, соответственно, лучшее, что у него было в этой позиции, это стремиться к этому окончанию, но я думаю, что после ладья d8, ладья d8, король d8, на самом деле, у белых уже ничего нет, когда он сыграл ладья b1, то он, в принципе, создает угрозу, то есть, сейчас уже от черных требуются динамичные пути, потому что белые создали угрозу b5, и если они сделают этот ход, соответственно, наша структура разрушится, поэтому сейчас надо крайне аккуратно сыграть, чтобы нейтрализовать динамичный перевес белых. мы делаем ход, ладья d8, король e2 и слон d4, предлагая размин слонов, соответственно, об этом мы говорили, что это основная часть нашей стратегии. Вначале я говорил, что слон и конь, вернее, слон и ладья сильнее, чем ладья и конь, но в данной ситуации это не так, именно из-за того, что белые сделали данные хода. Если бы пешки стояли следующим образом, у белых оставался бы перевес, потому что конечно слон на два фланга работает лучше, чем конь, если не верите, посмотрите несколько партий Фишера против Тайманова, самая известная из них. Ну и белые в принципе если меняются, то тут у них абсолютно ничего нет. Самое важное то, что мы в данной пешной структуре вырезаем слона соперника, ставим пешки по правилу Капогуланки. Когда у соперника есть слон, пытайтесь ставить пешки на поля цвета соперника, этим вы будете его ограничивать. Соперник сыграл слон Ф4, соответственно надо найти как провести размен слон Е5 несложная тактика, слон Е3, слон Д4, слон Ф4, слон Е5, слон Д2. Мой соперник ушел от повторения ходов, но теперь соответственно проявляется слабость пешки С4, я демонстрирую это ходом уйдя Д4. И нельзя выиграть слона, потому что я здесь просто отступаю уйдю обратно, ну и соответственно получается равное окончание. Мой соперник сыграл Б5, Ну и теперь тоже момент, где надо немного посчитать варианты, потому что суть преимущества двух слонов состоит в том, что они играют очень хорошо при игре на два фланга, как и слоны. Когда пешная структура остается на одном фланге, то их сила исчезает, потому что один фланг очень легко конь удерживает. Поэтому водя А4 сильный ход, после которого все пешки на ферзьем фланге размениваются. Ну и соответственно я хочу еще разменять чернопольных цинов либо белопольных. В общем белые согласились на ничью здесь, потому что позиция равная. Итак, скажем так, партия идеально проведена черными мной. Может она показаться очень скучной это ничья, но она демонстрирует о том, что я хорошо понимал метод, мой соперник метод не понимал, ну и делал интуитивные хода в позиции, где вроде бы у него есть перевес, соответственно, которые не соответствовали духу позиции, а именно допустил размены, и несмотря на то, что компьютер показывает тут плюс единицу, белых мало что есть, затем отметим ход c4 динамичный, хотя нужно было играть статично, и когда соперник начал играть динамично, то соответственно, я провел план игры и логичный для этой позиции подрыв е5 уравнял. Соответственно, вот такое применение метода Дорфмана на практике. У меня много таких партий, я своих учеников тоже с самого начала, начиная с первого разряда, объясняю суть метода Дорфмана, потому что многие шахматисты как раз в этих моментах создания плана, также размены и изменения первой структуры допускают грубейшую ошибку, я как тренер могу сказать, что это чаще всего, что происходит, когда уже шахматист перестал грубо зевать на своем начальном этапе. Ну, на этом все, спасибо за внимание, в следующих видео я попытаюсь расширить суть метода Дорфмана и рассмотреть каждый из факторов на основании большего количества примеров. Спасибо за внимание и до новых встреч! до новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!